Всем привет, мои хорошие! С вами Айка Эмили и сегодня я снимаю для вас новое видео. Сегодня у нас с вами три кусочка клубничного чизкейка. Я уже половину этого чизкейка съела, скажу вам по секрету, вчера. Рецептик будет в инфобоксе. Он у нас прям с частичками клубники внутри. Готовится легко и просто, а выглядит обалденно, а вкусно как. Сказка! Все, давайте приступим. Не знаю, смогу ли я три кусочка съесть, но будем надеяться, что да. Вот так вот. Обалдеть, как вкусно! Сначала мне бы хотелось поздравить всех вас с Днем Победы. Сегодня 9 мая, как раз таки сегодня и выложу это видео. Видела много видео, как молодая девушка помогает ветеранам, покупает им что-то. Мне кажется, это очень круто. И когда некоторые пишут, вот, показуха, ради просмотров это делаешь. Я считаю, что даже если из-за просмотров, все равно молодец. Тут у нас чай. И буду отвечать на ваши вопросы. Бабушка всегда рассказывала про военные времена и говорила, как им было плохо. Как было сложно, как они долго ждали этот момент, когда война закончится. То есть это великий праздник к ветеранам, пенсионерам, мне кажется. Нужно сказать огромное спасибо им за эту победу. И давайте поотвечаю на вопросы, которые вы мне задали в моем инстаграме. Вопросы очень интересные. Айка, смогла бы ты выложить фотографии в нижнем белье? Я считаю, что никогда, не говори никогда, но все-таки я, скорее всего, на 99% никогда не буду выкладывать такие фотографии. Я не отношусь плохо к тому, чтобы, например, там, не знаю, в шортах фотография, может быть, с открытым пупком и так далее. Но когда прям в белье фотографии, я сразу, когда в инстаграме вижу девушку в белье, у меня сразу такие, знаете, дзинг и мысль эскорт. Даже если она этим всем не занимается, у меня почему-то, ну, сразу возникает такая мысль. Уж очень много вот этих всяких разоблачений в прямом эфире у Малахова. Рынок шкур. Кто не смотрел? Вот уж очень много всяких таких было передач, что у нас уже такой, знаете, стереотипы таких девушек, что они в 90% случаев чем-то таким занимаются. Вы знаете, я плохо не отношусь к девушкам, которые признают то, что я занимаюсь эскортом. И, ну, мне нужны деньги, мне не хватает на жизнь, у меня какие-то обстоятельства. И занимаются этим. Я здесь ничего постыдного, ничего плохого не вижу. От хорошей жизни девушка просто не пойдет по этому пути. Мне не нравится, когда девушка начинает рассуждать о морали, о том, что вот, вот ты последняя, и ты такая. Вот. А у самой интимной фотографии, там, не знаю, где. Я считаю, как бы оно ни было, вот. Никогда девушка, уважающая себя, не пойдет на этот путь просто так, просто от нечего делать. Но иногда в жизни, наверное, бывают такие обстоятельства, когда у человека нет выхода. Ребята, никогда не осуждайте. Вы не знаете, что произошло с этим человеком, как это все произошло. Если человек признает, что он этим занимается, то все норм. У меня претензий нет. А вот если человек строит из себя умную, рассудительную, классную, а сама... Вот это мне не нравится. В общем, как-то так. Здесь у нас мята, но мне кажется, она не очень в тему, поэтому я ее так уберу. Рецепт в инфобоксе. Обязательно переходите, готовьте, потому что получилось просто обалденно. Вкуснотища просто. Возможно, я ошибаюсь, но почему-то, мне кажется, где-то года три назад, может, лет пять назад, девушки, которые выставляли свои фотографии в купальниках, в белье, у них было очень много подписчиков, а сейчас все-таки, не знаю, мода поменялась, или как это объяснить. Сейчас, например, в тренде такие, как, например, Самойлова. Примерная мама, классная семья, все идеально. А вот эти девушки, которые все выставляют на показ, как-то ушли на второй план. Выставлять подобные фотографии, лишь бы набрать подписчиков, это катило, наверное, годы три назад, но не сейчас. Сейчас уже таким фотографиям никого вообще не удивишь. Всем как-то уже параллельно стало, на мой взгляд. Ну и хорошо. Я думаю, что и хорошо это. Очень интересный такой вопрос. Посмотрите, как относишься к президенту России? Можно подумать, я с ним знакома, не знаю, я как-то разбираюсь в политике. Ребята, вы иногда такие смешные вопросы задаете. Ну как я могу относиться к Путину? Я его не знаю, я не разбираюсь в политике, но для меня он президент, ну норм. Как бы я в это все дело даже не вникаю. Я начала просто немножко прям так увлекаться политикой, когда начался вот этот коронавирус. Мне интересна была политика разных стран и все такое. И мне интересно было из-за того, что я думала, когда же закончится эта хрень, когда мы начнем нормально работать и нормально жить. Понимаете, а так? Я же девочка. У меня папа, он обожает болтать про политику. Иногда болтает с мамой, а маме это жутко неинтересно. И она всю жизнь ему говорит, что мне неинтересна политика. Можно ты будешь с кем-то другим болтать про это? Он говорит, а, ну точно, я же забыл. Потом проходит немножко время. Он опять начинает говорить что-то про политику. Я, короче, не шарю в этих делах. И то, что мне неинтересно, я не стараюсь это узнать. Если бы была возможность изменить свой характер, что бы ты изменила в себе? Я бы научила себя говорить нет. Иногда у меня это не получается вообще. То есть я боюсь обидеть человека. Один раз я что-то ехала в такси. Буквально где-то две недели назад. Таксист начал со мной разговор. Он сначала спросил, не дует ли мне. Я ответила нет. Потом он спросил, а вы же, говорит, пошли в Асанхедмет, он же закрыт. Как вы вообще туда пошли? Я говорю, ну там такая система. То есть можно отправить смс, и если у тебя срочные дела, то можно это решить. И он потом начал говорить о том, что там у него тоже какие-то там дела, но не может их решить и так далее. А куда смс отправлять? Ну, получается, человек тебе задает вопрос, и ты не можешь на него не отвечать. Я же не могу сказать, это не твое дело. Выйди в машину и заткнись, пожалуйста. Правильно? Мы что-то сговорились. Вот в цесе дороги на выр я разговаривала. И мы просто вот так вот разговаривали с ним. Парень был молодой. Вот. И что дальше происходит? Когда мы доехали, он просит у меня мой номер. То есть он подумал, что я с ним базарю. Извиняюсь за выражение. Это потому, что он мне понравился. Он просто задает мне вопрос, и я же не могу не отвечать на его вопросы. То есть иногда я не могу грубо ответить. Нет. Все. Заткнись. Э. Вот так я не могу иногда. А иногда надо. Реально. Например, было такое, что меня просили снять видео. Моя бывшая одноклассница, так скажем. Вот. И она говорит, что я тоже хочу стать ютубером. Можешь со мной снять мое первое видео. И я такая не могу сказать нет. И я говорю, ну сейчас у меня нет времени, но посмотрим, я не знаю. И так далее. То есть, по идее, я этого человека не видела сто лет. И понятное дело, что она вспомнила про меня только потому, что я ей нужна просто, чтобы меня использовать. Вот. И я ей не могла сказать прям в лоб нет. Хотя надо было. Ребят, внизу вот этой штуки фольга. И она так отображается на лицо. И так классно получается. Сейчас даже думаю, может фотку сделать для инстаграма с этой фольгой. Что вы думаете? Иногда даже в отношениях с парнем ему, например, что-то не нравится. Я чуть что сразу. Ой, а я так больше не буду. Знаете, как мама и ребенок. Даже в комментариях мне написали. Я вот всегда им отвечаю. Я так больше не буду. Я хорошо, окей. Хотя, может быть, я так не считаю. Я не считаю совсем, что я прям не права, да? Но я уступаю. И чем больше ты уступаешь, я замечаю, тем больше на тебя налегают. И это действует немножко на нервы. То есть я считаю, что я должна научиться говорить вот так вот. Нет. Короче, пошел нафиг. Ну, а так мне мой характер нравится. В общем, мы доели до конца. Если вам понравился этот формат. Если вам понравилось, чтобы еда была настолько близко, то обязательно пишите в комментариях. Я всегда буду ставить вот так вот. Просто мне, честно, нравится. Чем ближе еда, тем больше мне это нравится. На этом все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok